Приветствую вас, пожалуйста, и в таком важном моменте, как интернет-отношение нельзя говорить о том, что вы, например, можете как-то свою жену, свою супругу принуждать или выставлять делать то, что есть. По каким-то причинам, например, не нравится или вызывает у нее отторжение. Но вы можете, и вообще-то говоря, это ваша бравая обязанность, вы можете сделать следующее. Вы можете сказать ей о том, что вам нужен секс, вам нужна именно интимная близость, и эта интимная близость вам важна. И если ваша жена хочет сделать вас счастливым, то, пожалуйста, пусть она дает вам это. То есть занимается с вами сексом не ради себя, не для себя. Может быть, у нее, вот вы говорили, слабое влечение, но там могут быть много причин для этого. Тем не менее, вам нужно просто дать ей понять, что пусть она занимается сексом для вас. Не ради себя, не для себя, но ради вас. И пусть ради вас она старается что-то сделать, потому что на противном случае это никакое там неудовлетворение. Вы же пошли ей на встречу? Вы сейчас попробовали, а почему она вам на встречу не ведет? Совершенно непонятно. Это вот первый, на мой взгляд, важный аспект. Второй важный аспект заключается в том, ну вот, знаете, на мой взгляд, в соци, вообще-то говоря, во втором аспекте куда более сложно. Ну, даже не столько сложно, это было бы неправильно сказать, не столько сложно, сколько такая требующая, ну, активного анализа. Вот вы предпишите, что у вашей жены всегда было слабое влечение, да, то есть слабая либидо. И она считалась эзотерикой. Вы знаете, я так немножечко с эзотерикой тоже знаком совсем. Я вот что-то, если честно, не помню, чтобы там было вот что-то подобное. То есть именно, именно эзотерика, именно эзотерика, секс вроде бы как не запрещает. И она его не обсуждает. Она вообще, вроде бы, ничего против него не имеет. Ну, раз вы говорите, значит, наверное, что-то есть. Просто я думаю, что ваша жена испытывает проблемы с сексуальным влечением и старается оправдать то, что она, собственно, не хочет заниматься в ванной сексе. Если вот так просто ей сказать, это было бы не очень хорошо, комфортно и удобно, потому что, ну, она бы так себя бы выставила в негативном ключе. Вы бы о ней начали думать невещество, а так у нее есть хорошее оправдание своему поведению. И если это так, то это, конечно, серьезная проблема для вас. И тогда уже вам нужно к своей жене обращаться, разбираться с ней, как бы разговариваться, возможно, выяснить причину, по которым она вообще обратилась в эзотерику. То есть, что, по сути дела, причиной для этого. Ведь люди в эзотерику просто так не приходят, вообще-то говоря. У них всегда есть определенный стимул для этого. И, соответственно, вопрос, который я бы хотел вам задать, он заключается вот в чем. А что заставило вашу супругу податься в эзотерике? Вообще задуматься об этом, вообще как-то, как-то начать ее читать. Какие ваши супруги проблемы, может быть, есть, или могут быть, и так далее, и так далее. Вот вы об этом все поговорите. Или, возможно, знаете, есть еще, может быть, еще такой вариант решения проблем. Вы говорите о том, что вы любите, и знаете, что она любит вас, но вы не можете жить вот так, как вы живете сейчас, потому что вы не получаете того, что вам нужно, например. И вы просите ее, чтобы она обратилась к психологу для того, чтобы он помог ей разобраться в ее проблемах. То есть помог ей, как раз таки, гармонизировать отношения. Потому что в изобразительном случае вы просто не знаете, как вам жить дальше. Ибо, ну, без секса, понятно, отношения невозможно. Тоже, как вариант, мне кажется, кажется, весьма-весьма может вам пройти. Хотя, конечно, если жена, важно, ну, согласиться, там, что ты решила, важный вопрос, согласиться ли она, что-то делает для вас, вот, в отношении. То есть может и не согласиться, и тогда уже вы станете перед выбором, либо вы принимаете ее позицию, либо нет. Сейчас здесь вам, конечно же, к сожалению. Вот, в принципе, думаю, то, что можно вам сказать. Ситуация, безусловно, не однозначно, мне бы хотелось больше информации о ней. Но, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что вы предоставили нам, я думаю, что проблему можно решать в разных направлениях. То есть, ну, я надеюсь, вы поняли примерно, в каких направлениях двигаться. А дальше, то только дело техники, дело желания вашего и ее желания, кстати говоря, быть с вами и стремиться делать вас счастливым. То есть, вот, не совсем понятно, как, если, например, человек хотел бы, допустим, сделать вас счастливым, да? Как это можно сделать в вашем случае без секса? Нельзя. А значит, встает вопрос любви. И этот вопрос, его не нужно бояться поднять. Хоть я и понимаю, что он может быть вам не очень-то приятен. Но, тем не менее, нужно простимулировать вашу супругу, чтобы она захотела что-то менять. А иначе ведь все может так и остаться, и ваши отношения могут расстаться вообще со всем. Вам же, наверное, этого бы не хотелось, правильно? Так что, ну, давайте вот, постараемся решить как-то эту проблему. Ну, а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, помогу. Может быть, ваша супруга захочет со мной поговорить. Может быть, не только со мной, а с кем-нибудь неважно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Удачи!